Шепотом, чтобы никого не разбудить, директор 40-го детского сада для детей с особенностями развития проводит экскурсию по своему второму дому. За 7 лет в должности психолога и затем 12 лет в качестве руководителя Татьяна Недосвети собрала дружный и профессиональный коллектив, который ответственно и творчески подходит к воспитанию и обучению детей. Пока малыши спят, педагоги без дела не сидят. Готовят очередное театрализованное выступление. Находится в большем контакте с детьми не короткосрочные какие-то занятия, они сейчас на группах работают. Это учитель-дефектолог наш, Анна Сергеевна Сахарова, это учитель-логопед, воспитатель, он заглянул и убежал. За долгие годы работы Татьяна Недосвети усвоила главный урок – общение ключ к решению многих проблем. Сообща люди могут менять жизнь к лучшему, поэтому Татьяна Недосвети стала активным участником проекта «Химке интересно жить», а в дальнейшем и лидером движения общественной поддержки социально значимых инициатив, где нашла много единомышленников. Вместе предлагают инициативы, направленные на развитие города. Одна из инициатив жителей городского округа – сделать пристройку к этому детскому саду, потому что тенденция, к сожалению, такова, что детей с особенностями развития становится все больше и больше. И есть необходимость в местах. Есть и не такие масштабные инициативы, которые от этого не становятся менее важными. Так жители на улице Лавочкина решили установить пандус в подъезде для соседки, которая живет на втором этаже и передвигается исключительно на коляске. Я обратилась в управляющую компанию, мы встретились с представителями здесь на месте, где мне как раз и было объяснено о том, что такого опыта не было до пандуса, до второго этажа, но там нашлись отзывчивые люди, инженеры, которые все это просчитали и все-таки все это сделано. Сегодня Татьяна Недосвети участвует в продвижении сразу нескольких инициатив. Действуя по принципу, конструктивный диалог с властью всегда эффективнее пустой критики. Один из примеров – масштабная реконструкция парка Дубки. Перечень предложений жителей по преобразованию территории велик. Например, реконструкция благоустройства территории детских садов 25, 26, 41, 44, 52. Обустройство спортивных площадок на территории школы 14 и 15. И благоустройство еще по двум-трем адресам на территории этого микрорайона. Помимо инициатив, которые выдвигают жители микрорайона, Татьяна Недосвети поддерживает и проекты, которые охватывают весь городской округ. Этот город и жители этого города я полюбила всем сердцем. Ведь в этом городе я живу уже 32 года. Я уверена, что добро всегда возвращается добром. В период пандемии приходилось помогать людям старшего поколения и продолжается это по сей день. Я привожу продукты нуждающимся, закупаю лекарства. Напомним, что все инициативы химчан собраны на сайте Хижонлайн, где за них можно проголосовать и тем самым приблизить их воплощение в жизнь. Татьяна Недосвети уверена, активные оппозиции, уважение к себе и соседям, конструктивный диалог с властью приведут к реальным переменам в городе. Продолжение следует...